Крыма. Зачем начало операции на Донбассе? Вот этого я не понимаю. Вот в этом и прощу. ЦРУ довело свое дело при рельсе госпереворота. А по-моему, один из замовков секретаря сказал, что даже истратили на эту большую сумму чуть ли не 5 миллиардов. Но политическая ошибка колоссальная. Зачем это надо было делать? Все можно было сделать на самом деле то же самое, только легальным путем. Без всяких жертв, без начала военных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане. В Голубенко не приходило. Потому что мы согласились с тем, что после развала Советского Союза все должно было быть так, по границам союзных республик. Мы же согласились с этим. Но мы никогда не соглашались с расширением НАТО. Тем более не соглашались никогда с тем, что Украина будет в НАТО. Мы не соглашались с тем, что там будет база НАТО. Без всяких разговоров с нами. Мы только упрашивали в течение десятилетия. Не делайте этого, не делайте того. А что посвятило триггером в последних событиях? Во-первых, сегодняшнее руководство Украины заявило, что они не будут исполнять Минских соглашений, которые были подписаны, как вы знаете, после событий 2014 года в Минске, где был изложен план мирного регулирования на Донбассе. Нет, руководство сегодняшней Украины, министр НАТО делал, там все остальные официальные лица, а потом сам президент заявили о том, что им ничего не нравится в этих Минских соглашениях. Иными словами, исполнять не собираются. А бывшие руководители Германии, Франции, прямо сказали, что подписывали, уже в наши дни, там год-полтора назад, прямо сказали честно на весь мир, что да, они подписывали это соглашение Минское, но выполнять никогда не собирались. Нас просто водили за носом.